11.06 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда, а значит это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Да, и ведут «Разворот на бизнес» по традиции Олег Прохоренко. И Светлана Занякова. Всем добрый день. У нас сегодня очень вкусная тема, и очень приятно, что гости, которые пришли сегодня в студию, они подкрепили, можно сказать, физически эту вкусную тему, тем, собственно, о чем сегодня речь пойдет. Да, и запахи сейчас уже непередаваемые тут находятся. А что с запахи сейчас? Зато картинка передаваемая. Сейчас мы пытаемся наладить трансляцию в «Контакт». Ну, если получится на страничке газеты «Бизнес-новости», потому что напоминаем, что программа «Разворот на бизнес» выходит вот сейчас в прямом эфире. 211-101, телефон прямого эфира. А потом она будет еще в сокращенном виде напечатана, ну, такая выжимка из этой программы в свежем номере газеты «Бизнес-новости». Ну, а для тех, кому картинка недоступна, просто расскажем, что здесь лежат разные печеньки, хлеб, причем такой тяжелый, весистый, настоящий хлеб. С еночками такой черный хлеб, печеньюшки, тортик с каким-то джемом, мармеладом. Мы выясним, что это такое по ходу нашего сегодняшнего эфира. Ну, хорошая очень тема. Звучит она так, мой хлеб от печки, сколько пекарен. Я написала в скобках «Съезд Киров», «Вместит Киров». И по этой теме мы пригласили сегодня людей, которые пекарнями занимаются, кто-то ими владеет, управляет, кто-то является шеф-поваром этих, кто-то мы сейчас представим. Да, это у нас Семен Кытманов, владелец пекарни «Сети Пекарин. Домашняя». Кытманов, по-моему, все-таки, да, не Кытманов? Можно и так, и так. И так, и так можно, хорошо. И Сергей Колотов, шеф-повар пекарни «Хлеб и пицца для друзей». Сергей, добрый день. Добрый день. А я просто приведу небольшие данные статистики, которые нашел в докладе по производству хлеба в России. И оказывается, что за последние десятилетия, с 2007 по 2015 год, промышленное хлебопечение потеряло примерно 20% из 93, секундочку, 10%, с 83% до 73% сократилась доля на рынке промышленного хлебопечения, больших хлебокомбинатов. При этом ремесленное хлебопечение добавило 4%, магазинная выпечка аж 5%, и сети Хорика, это кафе, рестораны, отели, добавилось 3%. То есть постепенно крупное хлебопечение промышленное вступает в свои позиции, и связано это как раз с тем, о чем мы сегодня хотим поговорить. С открытием пекарен, с открытием небольших производств в сфере малого бизнеса. Надо напомнить, на самом деле, друзья, что мы 2 года назад делали программу, которая была посвящена хлебу, и тогда уже говорили о том, что в Кирове начинают открываться пекарни у дома. Но это был такой вот начальный этап именно 2 года назад, и было просто по пальцам сосчитать единицы этих пекарев. Даже, наверное, 3 уже года прошло. Ну, в общем, да, там был самый старт. Вот сейчас ситуация изменилась кардинально, и я даже слышал, что некоторые крупные, ну или там средние пекарни с рынка начали уходить, не выдерживая конкуренции. Пекарни крупные, средние ты имеешь в виду как частные предприятия или от больших заводов? Нет, частные, но средних размеров, которые раньше на рынке были представлены довольно широко, постепенно либо сокращают производство, либо уходят с рынка совсем. Ну, я не очень поняла сейчас, о каких ты именно речь ведешь, но надо выяснить все-таки, то есть что с этой сферой бизнеса сейчас у нас в городе, а может быть и в стране. И, кстати говоря, во втором части мы будем говорить о мерах поддержки малому бизнесу в отношении пекарен тоже. И пойдем сегодня буквально вот по плану и попросим наших гостей, начнем с Семена Катманова, еще раз владелец пекарни, даже сети пекарен домашние, да, с того, как и когда ваш бизнес, Семен, начался, как идея вообще-то пришла, почему вы сделали такой выбор? Как идея, бизнес начался, наверное, пять лет назад, когда я увидел подобный формат и за границей, и в России начали открываться первой пекарни. Тема пекарни интересовала давно достаточно, и вот этот формат пекаря мне очень понравился. Ну, часть того, что я сам очень люблю и хлеб, и выпечку. И это заметно. Спасибо, Олег. И такой формат мне показался очень востребованным, живым и нужным для рынка. Несколько лет я изучал этот вопрос, знакомый с опытом коллег из других городов, зарубежных коллег. Каким образом вы знакомились? То есть вы читали виртуальные материалы, вы ездили на стажировки, общались с бизнесменами или сами стояли там у прилавка или пытались готовить в печи что-то? Было на самом деле все. Началось, конечно, с изучения материалов, которые представлены в интернете, в печатном виде. Затем я посещал пекарни как в торговом зале, просто как тайный гость, так и цеха. То есть смотрел изнутри, как это устроено. Посещал крупные сети и небольшие пекарни. Ну, это вот приведите пример. В каких городах? В Казани, Москва. Ну, вот, пожалуй, такие основные. В крупных городах и началось это движение в первую очередь. Да, да. С крупных городов это началось. Ну, сейчас уже пекарни начинают развиваться в более мелких городах. Вот. И в 2016 году, в какой-то момент я понял, что у меня уже информации достаточно для того, чтобы запустить проект. И вот в ноябре 2016 года открыл первую пекарню. Ну, то есть достаточно долго вы готовились к открытию? Три года? Да, достаточно долго готовились. Но изначально это был просто интерес. Затем уже появился не только интерес, а уже конкретная цель. Желание открыть пекарню. И вот последний 2016 год как раз я очень активно изучал это направление. Прорабатывал свою бизнес-модель. Изучал вот... Да, вот это очень интересно, потому что вы говорили, вы смотрели на разные способы ведения этого бизнеса. И мы с Олегом тоже уже начали говорить, что пекарня, на самом деле, ведь свежий хлеб пытаются готовить и готовят сейчас даже в крупных сетевых магазинах, привлекая таким образом покупателей, вывешивая, что в 20 часов выкладка там свежего хлеба. На какой именно бизнес-модели вы остановились и почему? Вы правильно сказали, на самом деле очень много есть моделей производства хлеба, начиная с крупных промышленных предприятий и заканчивая небольшими пекарнями формата у дома. В том числе и сетевый магазин сейчас готовят хлеб прямо на месте. Также кафе-рестораны уже тоже в своих заведениях предоставляют свежий хлеб и выпечку. Тем не менее, моделей очень много и часть из них представляют по франшизе. Проанализировав рынок, я решил не брать франшизу, а сделать, точнее, некий микс. То есть, конечно, у нас не крупный хлебозавод, а некий микс из общепита, из крупных сетей пекарен, из небольших пекарен у дома. То есть, ZEV, на мой взгляд, там самые интересные из этих моделей. Ну и создали какую-то свою модель. Что она из себя сейчас представляет? Как это все работает у вас? Это формат у дома, обязательно с цехом производства. В каждой пекарне или он отдельно на все работает? Ну, сейчас мы тестируем магазин, то есть, куда продукции привозятся. Ну, конечно, в идеале это цех при каждом магазине. Продукция выдается каждые несколько часов, свежая, горячая. Это и качественный отбор сырья, работа сотрудника, контроль качества и заканчивая сообщением с клиентом. То есть, ряд, скажем так, основных вопросов, которым мы уделяем больше всего внимания. И даже если это магазин, то у нас идет поставка каждые несколько часов так же. То есть, мы стараемся привезти горячую продукцию, чтобы наши клиенты могли радоваться свежей продукцией. Магазин, что вы имеете в виду? Пекарня, понятно, а магазин ваш или чей-то, куда вы поставляете? Это наш магазин, только без цеха. Продуктовый? Нет, не продуктовый, а пекарня. Тоже хлебный. Только без цеха. То есть, вы из пекарен, где есть цеха, вы возите туда продукцию. Сколько сейчас в сети домашних пекарен? Сейчас у нас 5 пекарен. Это за 2 года, конечно, сна даже меньше получается. За год с небольшим. Да, у нас получается за год с небольшим. Пятую пекарню мы открыли перед самым Новым годом. И в этом году у нас также планы по развитию нашей сети. Прервем сейчас на небольшой перерыв. И только перед перерывом скажем, что у нас есть опрос в нашей группе ВКонтакте. Нам интересно, где вы берете хлеб? В маленькой пекарне? Так, слушатели, мы обращаемся в ларьке, в гастрономе. Сами печете, не едите хлеб. Сейчас ВКонтакте проголосовало 66 человек. И 67% из них говорят, что в гастрономе покупают хлеб. В пекарнях покупают 18%. Это второе место. 18%. 9% хлеб не едят. Поэтому в ларьке и пекусам по 3% всего осталось. Но это соответствует данному статистике примерно. То есть в городе Кирове это соответствует данному статистике. Люди покупают в пекарне 20%. А сами пекут? Покупают в пекарне. Сами пекут 3%. То есть хлебопечки не пошли. У нас до сих пор стоит нераспакованный уже лет 5, наверное. Прервемся на полминуты и продолжим с нашими гостями говорить об этой вкусной теме. Продолжается программа «Разворот на бизнес». Олег Прохоренко, Светлана Заньков. У нас тема хлеб от печки. Поглотит ли Киров столько пекарен? Нам кажется, что их много. Тебе кажется, что их много? Мне не кажется, что их перебор. То есть мне все-таки не хватает немножко. Мне у дома точно не хватает. Я сразу могу сказать. И в гостях у нас Семен Катманов, владелец пекарни. Сети пекарни домашние. Опять пекарен уже открыто. И Сергей Коватов. Чуть больше, чем за год. Да, шеф-повар. Пекарня «Хлеб и пицца для друзей». И остановились мы. Хотели поговорить до перерыва об ассортименте, который вы предлагаете клиентам. И как он меняется в зависимости от потребности, от запросов. Как реагируете живо на запросы? Семен, тебе вопрос. Сначала какой ассортимент, а потом у хлеба и пиццы спросим, на чем они специализируются. Это действительно особое заведение. А потом уже про изменения тогда поговорим. Хорошо. Итак, в домашний какой ассортимент? Домашний ассортимент. Все как дома. Основа нашей продукции – это сытная сладкая выпечка, дрожжевая. Есть у нас продукция без дрожжевая. В данный момент сейчас у нас идет пост. У нас есть специальная линейка постной продукции. Также у нас есть кондирские изделия. И, конечно, это хлеб. А хлеб сколько занимает от общего ассортимента в процентном, может быть, соотношении? В процент соотношении примерно 15%. 15% – это хлеб черный, белый. Да. Специализированные сорта, вот я вижу, с разными добавками в виде семян и семечек. Да, ну, здесь у нас это бездрожжевой хлеб из ржаной муки. Здесь у нас прямо на столе он лежит. Да, да. Вот этот хлеб, это у нас с чёрном с курагой, и это у нас с зёрнами идёт. Вот, это надо будет потом спросить, насколько популярно. И здесь я вижу вполне привычную нам, Олег, выпечку, которую мы с детства привыкли в кулинариях видеть. Это венгерки различного рода, с творогом всякие штучки, корзиночки с джемом, круассаны со сгущёнкой. Ну, то есть, привычный русскому человеку ассортимент. Багеты у вас есть французские? Багеты у нас есть, они не французские, а российские. Российские багеты. Русские. Ну, и печенюшки, вот я вижу, такие тоже из детства, с капелькой джема посередине. Пекарня «Хлеб и пицца» для друзей, она вот даже в своём названии несёт несколько иную идею. Правильно, Сергей? Совершенно верно. У нас в ассортименте, как вы уже сказали, есть и пицца, и хлеб. Но изначально вся концепция строилась непосредственно на хлебе. Потом уже при встрече уже непосредственно с инвестором мы решили, что мы объединим и пиццу, и хлеб. И сейчас мы делаем пиццу-хлеб, и ещё у нас есть витрина, где мы делаем выпеченные изделия без кондитерского цеха, соответственно, это изделия без кремов, это то, что прошло термическую обработку и больше никаких воздействий не подвергалось. Например, это что? Например, шарлотка, либо королевская ватрушка с творогом. Это пироги морковные, банановые, покрытые сразу же после печенья, мы их покрываем лазурью, либо шоколадом, либо карамелью солёной. Пряничные человечки. Прянички, печенье, бизе, очень пользуются популярностью овсяное печенье с барбарисом. Потом, я бы сказал, шоколадное печенье. Их многие привыкли видеть в виде кукисов. Что такое кукисы? Ну, те же самые печеньки, только чуть помягче и побольше. А, куки, понятно. Ну, вот, а в целом у нас имеется большая линейка, широкая линейка хлебов именно на закваске без дрожжей. То есть, и вообще вся продукция у нас без дрожжей, без добавления промышленных дрожжей. Изначально, я думаю, что не только в Кирове, пицца же развивалась по пути продаж в точке, где находится клиент. То есть, это в основном служба доставки и цех по производству. И таких пиццерий, где действительно пришёл, где приготовили пиццу, их не так много. А тут ещё и совмещение с производством хлеба. Я так понимаю, хлеб тоже едят на месте? Есть такие, которые едят на месте. А почему именно, на основании чего вы выстраивали свой ассортимент? На какого именно клиента вы рассчитывали? На самом деле, весь хлеб был рассчитан вообще на всех людей абсолютно. Почему? Потому что бездрожжевых хлебов в Кирове на данный момент очень мало. Если я мониторил все пекарни этим летом, все пекарни на наличие бездрожжевого хлеба, и только в двух я нашёл бездрожжевый хлеб. Один делался просто на смеси, а другой делался на закваске. Но ассортимент невелик, соответственно. А наш хлеб вообще весь. То есть и пешеничный, и ржаной. Это всё равно специфическая история. То, что рассказывает нам Семён, и то, что мы видим на столе, это прямо ассортимент из детства, если не считать хлеб с различными добавками, к которым мы только в последние годы стали привыкать. А то, что рассказывает нам Сергей, это история про других людей, даже, наверное, из другого поколения. Потому что все эти кукисы – это для молодёжи. И, наверное, не зря вы место для своей первой пекарни выбрали напротив нового корпуса Кэппла. Я сразу это поняла на улице Свободы, потому что… Две минуты рекламы. Нет, ну просто весь формат, мы же форматы тоже сейчас будем обсуждать, то, как выглядит сама пекарня. И ассортимент, который сейчас Сергей перечисляет, на молодёжь рассчитано. На гимназистов, возможно, с родителями, которые приходят. То, что можно схватить с собой или, перейдя дорогу, быстренько съесть и полакомиться. Ну, давайте не будем нарушать закон, там нельзя переходить, там нужно обходить, чтобы перейти к водорослению. У вас там есть пешеходный переход, совсем рядом. Ну, на самом деле, в этом корпусе Кэппла старшеклассники не учатся, поэтому более маленькие, так сказать, жители города нам поодиночке не ходят. Да, а я почему-то решила, что вот прямая связь есть, её нет, оказывается. Ну, на самом деле, изучая аналитику и, так сказать, портрет гостя, мы приходим к выводу, что к нам ходят абсолютно все, даже взрослые. А тогда чем вы обусловили выбор локации? Хорошее место, большое панорамное окно, очень... Это старый дом 50-х годов, насколько вам сталинские такие дома. Да, совершенно верно. Мы в интерьере не стали ничего менять, то есть там остался голый кирпич, стиль лофт, достаточно популярный, модный, но, скоро говорят, тоже уходит. Вряд ли лофт когда-нибудь уйдёт, мне кажется, вряд ли. А сколько вообще думали, вкладывались именно в дизайн, потому что, понятно, когда есть франшиза, там, наверное, заморачиваться не надо, там всё задано, стандарты, а здесь приглашали дизайнера интерьера. Естественно, естественно, конечно. Там у вас выложены, ну, я не знаю, макеты хлебов, да, есть картинки с героями на стене, написанные мелом, ну, какие-то вещи, которые сейчас действительно в тренде, а во-вторых, создают определённую атмосферу. Вот эта часть привлечения клиентов, помимо ассортимента, помимо уникальных видов хлеба, она, на ваш взгляд, большую роль играла, и насколько вы видели в этом перспективу? Ну, на самом деле, планировалось создать такое тёплое место, опять же, исходя из названия для друзей. Достаточно тёплое, уютное, хорошее место, располагающее к себе, поэтому мы даже название наше заведение поместили, так сказать, в мох. Мох, настоящий мох, который сидит на стене, он тоже обдаёт определённое тепло. И очень много фотографий в Инстаграме, ВКонтакте, именно просто фотка этого мха с хлебопицей. Ну, и надо сказать, что в вашей пекарне, там, недостаточное количество столов, и они большие по размерам своим, то есть она рассчитана, можно зайти хлеб купить, унести с собой, а можно именно с друзьями прийти, сеять, заказать, что ты хочешь, и посидеть какое-то время. Это больше кафе, чем пекарня. Ну, не знаю, это, конечно, лес его пекарни, кафе, может быть. Так, я не знаю, потому что когда кафе, всё-таки суп какой-то дня должен быть, ещё что-то такое, всё-таки это пекарня. А что у Семёнов домашний? Потому что есть, я знаю, пекарни, где буквально два маленьких столика, чтобы быстренько чай взять, например, быстренько перехватить и выйти, даже не присаживаясь. А у вас что в домашнем? У нас всё-таки формат ближе к магазину, да, то есть мы не представляем много посадочных мест, и наш ассортимент, он, конечно, включает себе выпечку, которую можно съесть на месте. И у нас есть обязательно столики, но их не так много. Вот чтобы перехватить быстро, да, что-то с выпечкой. Да, мы тоже экспериментируем с форматом задений, но вот пока снылись на таком. То есть одна часть клиентов наших, они приходят к нам и покупают продукцию, и уходят. То есть часть клиентов, конечно, кушают на месте, но и достаточно небольшая часть. Всё-таки у нас больше это формат именно пекарни, не кафе. Ну вот если мы заговорили о помещениях, то выбор ваших помещений как осуществлялся? Потому что на свободе, там, где хлеб и пицца для друзей, там всё время как-то освобождались, эти, я помню, в этом доме помещения. Не помню, до сих пор там пустое. И там, да, там как бы закрываются, какие-то магазины открываются, и вот только, наверное, ваше панорамное окно открыло, что там внутри вообще есть. Потому что обычно это были такие тёмные, затёртые окна. Помнишь, там был джинсовый магазин рядом, известный. Он ещё есть. Да, но он прямо такой у нас с 90-х, наверное, легендарный такой. Но тоже он такой, вот для друзей с какого-то тёмного входа. Ты начала это про локацию. Про локацию. Ну то есть вот открылась локация в центре города. А у вас как, Семён, как вы выбираете помещение? Для выбора помещения отводится, скажем, специальное место, потому что это, на самом деле, самое главное в успехе предприятие. Ну, по крайней мере, в том формате, в котором я работаю. Поэтому размещение, локация пекарни – это, наверное, основной такой критерий. Очень много факторов оценивается. Это красная линия, это определённые точки входа в район. Это и на основке общественного транспорта, и крупные предприятия. То есть факторов очень много. И на выбор мест у нас может уходить месяц по оценке места. То есть это не принимается решение за два часа. То есть анализируют все факторы с тем, чтобы пекарня всё-таки открывалась. Кроме того, что мы радуем людей нашу вкусной выпечкой, всё-таки это бизнес, и должны выполняться определённые цели в бизнесе. То есть достигать определённую цифру. Поэтому стараемся, чтобы локация наша была и удобной для гостей наших, и в том числе позволяла нам выполнять наши планы. А что наиболее сложно? Всё-таки найти место и оборудовать его, или приобрести необходимое оборудование для хилевопечения, или найти персонал, или привлечь людей туда, в эту пекарню? Знаете, Олег, у меня в течение времени менялся ответ на этот вопрос. Потому что когда я только начинал, искал место под первую пекарню, я считал, что самое трудное — это найти место, которое соответствовало всем критериям, которые я для себя определил. Потому что первое место я искал полгода. Вот это очень, мне просто интересно. Отметьте, пожалуйста, помещение, которое вы находите, вы выкупаете у муниципалитета, вы арендуете, или это частные какие-то? Как это происходит? Рассматриваем любые варианты и выкупа. У муниципалитета не так много интересных помещений. И если помещение интересно, у него цена бывает совершенно высокая, то есть намного выше рынка. Рассматриваем в плане аренды, покупки, то есть любое помещение, которое соответствует критериям. Ну и уже с собственником договариваемся. — Собственникам проще договориться, у муниципалитета вы говорите, что цена выше рынка. — Муниципалитет идет через акционы только, понятно, то есть и аренда, и продажа. Ну, соответственно, помещение, которое в данный момент у муниципалитета выставляется на продажу или на право аренды, их очень мало интересных. То есть те, которые интересны для нас, для нашего модели бизнеса. Их буквально там единицы. И вот за время, сколько мы полтора-два года мы анализируем, буквально там два помещения было интересно. И мы пробовали участвовать в акционах, но совершенно высокая цена на них поднимается. — Приверемся сейчас буквально на полторы минуты. У нас реклама, и надо будет продолжить, как менялись, собственно говоря, факторы выбора и факторы, влияющие на бизнес. В понимании Семена Катманова за полтора года работы, и Сергей нам тоже расскажет. Работа с персоналом, по-моему, не такая. — Мы это для кейса оставим. — Для кейса? Хорошо. Через полторы минуты. — Да, мы здесь в прерыве. Кто нас смотрит в ВКонтакте, в группе бизнес-новостей, тот слышал, что нам объяснял Семен Катманов, что крупные предприятия теряют долю свою в рынке хлебном не только потому, что там люди переориентируются на малые формы бизнеса, на пекарне, но и потому, что люди перестают есть хлеб, в принципе, ориентируются на какие-то другие, ну, большее количество адептов других диет, так скажем, возникает. Просто хлеб стали меньше потреблять. Ну, не знаю, имеет ли смысл сейчас спрашивать, а как это в пекарнях, меньше ли хлеб или больше. Но мы тоже обсуждали в редакции вчера этот вопрос, как мы покупаем и выбираем хлеб. И я сказала, сейчас мы с тобой можем тоже свои предпочтения, Олег, сказать, я сказала, что я к пекарням отношусь так. Мне должен, в пекарне должен быть французский багет, там должен быть классический круассан на масле, а идеально, если бы еще был круассан с мягким белым сыром внутри, который я не могу здесь в России купить вообще нигде. Сыра просто мягкая. Он есть, но не принято, да, потому что я не ем вот круассана со сгущенками, шоколадами и даже с миндалем классический, да. Вот, то есть багет и круассан для меня это самое главное, и он должен быть свежий прямо сейчас. Но мы тут читали, конечно, когда готовились к эфиру, что в российской традиции, вот в современной российской традиции пока такого нет, как вот на Западе, там люди привыкли к своему сорту хлеба в пекарне, они его берут. Нас все время нужно удивлять чем-то хлеб такой, сякой, печенюшка такая или сякая. Да, кейс мы хотели предложить. Да, кейс у нас сегодня, ну такая новая подрубрика, да, разворотный бизнес, связан с HR, с кадрами. Зачитаю быстро. Пекарня «Хлебный рай», условная пекарня, планирует расширяться, открывает новую точку продаж. Нужно найти пекаря-технолога, управляющего и продавцов. При этом есть проблема даже с работающим сейчас персоналом. Как правило, сотрудники получают опыт, знания, через год-два конкуренты переманивают их к себе более высокой зарплатой, чтобы вы, как руководители, посоветовали сделать директору, владельцу пекарни «Хлебный рай», чтобы замотивировать персонал работать именно у него и не поддаваться на посылу других пекарен, переходить на работу к ним. А давай вот Сергей начнем. Там свежий бизнес, конечно, но с персоналом как? С персоналом на самом деле действительно сложно бывает, особенно, да вообще, в принципе, в целом по России практика показывает, что с персоналом достаточно сложно, потому что те училища, которые непосредственно пускают якобы специалистов, когда они приходят на работу уже потом, получив диплом, они ничего, в принципе-то, не умеют, потому что программа отстает, так же, как и школьная программа отстает от... Требования современной жизни. Да, 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 совершенно верно. Точно так же программа обучения в кулинарных техникумах, училищах, институтах, она тоже отстается от... И это печально, это показывает практика. Во-первых, меняются продукты, меняются технологии обработки. Какие-то основные есть, но есть более новые, там, методы су-вид, вакууматоры, параконвиктоматы, какие-то новые приспособления, о которых в училищах, так сказать, преподаватели даже и не знают. Но для этого, наверное, есть смысл брать на практику толковых ребят, им показывать, что это такое в жизни. Естественно, естественно. Поэтому я, когда работал в ресторане, очень много ребят приходило на практику, и, к сожалению, опять же, к большому сожалению, только 10% после техникумов идут работать. И, опять же... По специальности. Да-да-да, идут работать по специальности, мотивируя тем, что якобы у поваров маленькая зарплата. Например, есть еще другая практика, есть также франшизные какие-то компании, которые принимают на работу вообще без образования и обучают непосредственно на месте. То есть там проходит какой-то курс стажировки, им выдается какой-то там документ, возможно. А вот Лидия, как раз слушательница, спрашивает, вот этим сотрудникам-пекарям медицинские книжки удают, оформлены они официально, платят ли налоги? Естественно. А как нет? Как можно работать без медицинской книжки вообще? Это же непостижимо. У нас же все равно закон с санэпидемстанцией нас проверяет. Строго вас проверяют. Ну, естественно. Мы же общественное питание. Тут человек без образования не говорит о том, что ему не нужно проходить медицинский осмотр. Ну, это, естественно, по умолчанию. Ну, то есть можно взять человека без образования и сделать из него специалиста в пекарне? Абсолютно. Вы абсолютно правы. Такими качествами он должен работать? Всегда же есть риск, что он, научившись, может уйти. Уйдет. И вот это главный вопрос. Как его убедить, что здесь лучшее место? Ну, во-первых, это должна быть определенная атмосфера непосредственно в команде на производстве, где человек работает. Если погода в доме, так сказать, благоприятная, то человек никуда не пойдет. И на самом деле вообще в хорошей команде, где человек все равно выбирает работу по определенным каким-то показателям. Это, возможно, условия труда, отношения начальства, отношения непосредственно с самой погодой в коллективе. На каком оборудовании повар работает? Вовремя ли получает зарплату? Все ли его устраивает? Какие блюда он готовит? Что он готовит? Нравится ему самому это? Готовить или нет? То есть, если вот эти факторы являются качественными для этого человека, то зарплата, как такова, если она чуть меньше, чем, допустим, в соседнем заведении, то человек будет работать там. Ага, вот мы уже и к зарплатам подобрались тихонько. Мы сейчас по телефону подключили Нику Татишвили. Это владелец бывшей пекарни на рынке Сытный двор. Вот бывшее ключевое слово, потому что Ника приняла решение переориентировать свой бизнес. О причинах, почему вот эта конкретная пекарня, пекарни не осталось. Мы хотим сейчас у Ники спросить, может быть, в людях так дотело? Добрый день, Ника. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот сейчас разбираем как раз кейсы по тому, как там легко или тяжело с кадрами для пекарни, но вообще для небольших заведений общепита. У вас что явилось причиной того, что вы решили бизнес переориентировать, сокрыть именно пекарню? Ну, вы знаете, там дело, конечно, касалось не только кадров. Вообще так получилось в моей истории то, что это помещение, эта пекарня, она передалась в мою собственность. Вот. И, скажем так, свалилась на голову. И мне нужно было ей заниматься. И там было очень много моментов, которые нужно было в срочном порядке решать. То есть это начиная с поставщиков и заканчивая внутренней работой и графиком работы, потому что не было у меня ответственного на производстве. Это была одна из самых главных проблем у меня, которые нужно было решать и задачи. То есть все-таки персонал, все-таки команда, да? Не было людей? Управлический персонал-менеджер. Да. Да, несомненно. То есть должен быть человек, который ответственный. То есть это завпроизводство, да, который контролирует работу и из которого можно спросить за какие-то неполадки. То есть его ответственность и его задача сделать так, чтобы производство работало хорошо. Понятно. Вот у меня такого человека не было. И это было проблемой. И, соответственно, что выливалось из этого? То, что персонал мог опоздать на работу, персонал мог вообще на работу не выйти. У меня был такой случай. И проблемы кадров. Когда я стал искать еще кого-то, например, на кассу, тяжело найти человека, которому можно доверять кассу. Материально ответственные вещи, скажем так, деньги. Потому что постоянное подозрение, как говорится, доверяй и проверяй тоже. Ник, а что бы вы сказали человеку, который с горящими глазами хочет войти в этот бизнес и открыть свою пекарню? Вы бы охладили его пыл? Нет, ни в коем случае. Это на самом деле очень интересно. Вот я сейчас пребываю именно в таком состоянии, прямо не то чтобы жарком, а я по городу бегаю. Просто бегаю, даже ходить не могу, потому что я внутри очень заряжен. Мы сейчас переформатируем это заведение наше немножко в другое. Ну, даже не в другое, а кардинально. Поэтому это очень интересно. А на что вы переориентируетесь? У нас сейчас идет очень интересное направление. Мы будем открывать первое в городе Сувлачное. Сувлаки – это такая греческая еда на булочке пита, мясо, овощи и специальный соус. Это то есть формат фастфуда. И мы будем коптить мясо. У нас есть тандыр. И в тандыре мы будем не просто его жарить, а именно коптить на протяжении нескольких часов. И вот с этим дымком мы будем прямо отдавать наших посетителям. Там же, в этом же помещении на рынке Сытный двор будете это готовить? Да, на Сытном дворе у нас будет Сувлач. И тогда последний, буквально на 20 секунд. В этом случае у вас есть человек, который будет управленческие функции выполнять? Или у вас повар какой-то гениальный с хорошим бэком? На кого вы рассчитываете? Сейчас эту проблему, свой прошлый опыт я решил очень легко и очень просто. Я себе собрал команду из двух человек помимо меня. Один человек это шеф-повар, который будет у меня заниматься производством. То есть он будет у меня самый главный, будет отрабатывать меню и производить. То есть это внутри помещения. Внешне это директор по развитию. То есть человек, который будет заниматься рекламой, оповещать жителей нашего города о том, что у нас открылось вот такое направление. Мы даже делаем видеоблог. То есть у меня теперь есть два человека. Один человек, который приводит клиентов, а второй человек, который реализует продукцию и рассказывает. То есть у вас кроме идеи сложилась еще и команда. Спасибо, Ник. Спасибо за комментарий. У нас остается буквально две минуты. Еще Семен мне сказал насчет команды и персонала. Согласны ли вы с тем, что говорит Сергей, что очень важно, чтобы горели глаза и была уютная атмосфера внутри? И обязательно про деньги надо сказать. На каких деньгах вырос бизнес? Сначала про персонал, Семен. Я соглашусь с Сергеем и с Никой. На самом деле я считал, что у меня ответный допрос менялся, что самое сложное в пекарне, самое трудное. Все-таки это персонал. Подобрать адекватную команду, в которой будет подходящая атмосфера, которая будет помогать производительству, не мешать. И люди, которые будут надежные, которым можно доверять и которые готовы развиваться вместе с компанией. Это какой возраст? Или возраст не играет роль? Гендер может быть играет роль? На самом деле разные варианты пробуем. Гендер нет. Не работает. Возраст, ну средний возраст. По возрасту у нас тоже ограничений нет. Мы рассматриваем всех кандидатов. Но по поводу тех, кто остается, это все-таки средний возраст 25-45 лет. Про деньги давайте поговорим. Ваш бизнес на каких деньгах? Вы разбрали ли вы субсидии? Участвовали ли в программах поддержки малого бизнеса? Да, участвовал. Изначально я строил бизнес на собственных деньгах. По мере развития я участвовал в программе поддержки от фонда поддержки предпринимательства города Кирова. Получал субсидию и льготный кредит. Это успешно? Это сказалось на вашем бизнесе в хорошую сторону? Да, конечно. Или это лишняя нагрузка может быть в итоге? Нет. Это помогло в тот момент переформатировать наш цех, расширить производство и запустить там еще одно направление. Просто получилось получить эти деньги, эти субсидии? Ну, не скажу, что это очень просто, но абсолютно реально. Абсолютно реально. Отчитаться, наверное, сложнее потом, потому что это государственные финансы. А у вас, Сергей, на чем бизнес основывался? У вас есть инвестор, вы сказали. Да, Сергей, наверное. Инвестор, да. Я нашел человека, который был готов, поверил в эту непосредственную идею, в продукт, который тоже отказался в свое время от хлеба, но пока он не попробовал наш хлеб, он снова его стал есть. Так что те, кто отказался от хлеба, приходите к нам. То есть вы влюбили человека с деньгами в свою идею сначала, а потом еще и в хлеб влюбили, и он финансирует ваше предприятие. Да. Потому что предприятие молодое, я так понимаю, оно еще на окупаемость не вышло. Мы читали, что где-то в среднем больше года уходит на окупаемость одной пекарни, и даже, может быть, больше, да, Семен? Да, это, конечно, зависит от конкретной пекарни. Срок окупаемости в среднем от 8 месяцев до полутора лет. До полутора лет. У вас все впереди еще. Конечно. Спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо. Разворот на бизнес не закончен. Еще мы будем говорить и про пекарни, и про поддержку, и про меры поддержки малому бизнесу. Может быть, кто-нибудь, послушав нас сегодня, решится. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!